В отношении политики Киева я бы хотел сказать еще два слова. Политика Киева ориентирована действительно на геноцид всего населения Донбасса. Они не стесняясь, уничтожая социальные объекты, разгромили самый лучший в Европе аэропорт, не моргнув глазом. Я уже не говорю про чудовищные жертвы, но это гигантский инфраструктурный объект, которым Донбасс гордился. Они уничтожают социальные объекты, больницы, детские сады, школы. То есть фактически они для народа Донбасса готовят участь крепостных, рабов, и они этого не скрывают. Достаточно послушать выступления главных идеологов киевских нацистов, таких как Ляшко, например, да и Порошенко ненамного от него ушел. То есть фактически они Донбасс рассматривают как чистый источник дохода, как средство выкачивания прибыли за счет чудовищной эксплуатации населения. Население без того эксплуатируется, мы знаем, крайне жестко. Зарплата выплачивается низкая, в конвертах, пенсионный фонд разорен. Там экологические условия труда, безопасность труда на уровне, если не позапрошлого, то уж прошлого и даже хуже, чем прошлого века. То есть фактически идет беспощадная эксплуатация людей, и они стараются создать такие условия, при которых все иждивенцы уедут. Все, кто не связан конкретно на работах на заводах и на шахтах, они выдавливаются, это беженцы, которые мы сегодня принимаем на нашей территории. То есть киевская власть беспощадно громит социальную инфраструктуру Донбасса. Также, я думаю, они не заинтересованы, особенно в машиностроении и в науке, поэтому и не жалеют машиностроительных заводов, которые ориентированы на жесткую кооперацию с Россией и без России, выжить все равно не смогут. И очевидно, что Соединенные Штаты, которые полностью контролируют сегодня киевских нацистов, лично Порошенко и все киевское правительство, толкают их на войну с Донбассом до конца. Вот в этой связи я, с одной стороны, хотел бы Федор Александровичу немножко возразить в том, что вы говорите, есть какой-то предел. Нет предела. Они уже применяют ГРАД. Тимошенко грозилось бросить атомную бомбу, и это не просто эмоции, там это вызвало такой неплохой отклик среди нацистов. Почему бы и не бросить нейтронную бомбу, если бы она у них была, может быть, ее уже и бросили на Славянск. У меня сомнений в этом, кстати, никаких нет. То есть они применяют все имеющиеся у них средства и будут их применять до конца, до полного уничтожения сопротивления на Донбассе. Потому что это война, которую ведут Соединенные Штаты против нас. Соединенные Штаты их толкают на эту войну, они их вооружают, они их финансируют и они их направляют. И в этом смысле Михаил Витальевич Ремезов хотел бы поддержать, что время работает на нацистов, как это ни странно. Потому что, с одной стороны, у нас такое есть ожидание, что этот режим рухнет под обломками неразрешимых социально-экономических проблем. Но Грузия же не рухнула в этом смысле, удалось большим трудом выбросить оттуда Саакашвили. Но это не путем какого-то социального бунта, а путем демократических технологий, которые на Украине вообще-то исключены в этой ситуации. Почему время работает против нас, точнее против Донбасса здесь? Потому что американцы и их киевские ставленники взяли курс на милитаризацию Украины, на формирование диктаторского нацистского режима, на полную мобилизацию населения против России. И хотя эта мобилизация не встречает всеобщего воодушевления, но тем не менее посмотрите динамику. Если в декабре нацистов было 2000 человек в Киеве, в феврале их было уже 20 тысяч вооруженных нацистов, в мае их уже 50 тысяч сегодня, вместе с военнослужащими, которых они рекрутировали. В средине лета их будет 100 тысяч, в сентябре их будет 200 тысяч. Мы берем планы мобилизации населения призывного возраста. Значит, к концу года они поставят под ружье полмиллиона человек. Значит, ведется расконсервация военной техники. Украина обладает большой армией, она законсервирована, но промышленность Харьковская сегодня работает на полных парах, что называется, восстанавливая танки и бронетехнику. Расконсервация танков, их легкая модернизация и оживление – вещь не очень сложная. Уже сегодня там не меньше 200 единиц бронетехники активно воюют, и каждый день количество бронетехники увеличивается. То же самое касается авиатехники. Авиатехника тоже расконсервируется в Одессе. То есть мы что получаем? Мы получаем мощнейшую военную машину, ориентированную против нас, нашпигованную нацистами, которые идеологически заряжены против России, которые выступают в качестве карателей и заградотрядов для военнослужащих, которые толкают военнослужащих в спину на войну. И конечной целью этого всего действия является война с Россией. То есть нам не удастся отсидеться. Мы не сможем, потеряв Донбасс, сохранить мир. Потому что следующая цель, которая декларируется, это Крым. И это не шутки, коллеги. Они совершенно жестко, настойчиво и последовательно толкают Украину на войну с Россией под предлогом Крыма. И Порошенко об этом официально заявил, что его цель – война с Россией, потому что по-другому Крым не вернуть. Нуланд, которая была вчера в Одессе, четко сказала, что они ждут от своих украинских агентов войны с Россией за Крым. И эта полумиллионная армада людей ринется на Крым. Сомнений в этом нет никаких. И в заключении этого своего выступления хочу напомнить известное слово Черчилля о том, что кто между позором и войной выбирает позор, получает и войну, и позор одновременно. Эта война современная. Это не значит, что нам нужно сейчас наши танки двигать на Киев. Но по меньшей мере прекратить геноцид населения мы вправе. Международное право это позволяет. Для этого достаточно закрыть небо и использовать тот же механизм подавления тяжелых техник, применяемых против населения, который применили те же самые американцы в Ливии. Которые сначала закрыли небо, потом с воздуха расстреляли бронетехнику, расстреляли артиллерию, расстреляли авиацию. И таким образом сделали тот режим, с которым они воевали, небоеспособным. У нас еще есть возможность это сделать. Через полгода такой возможности уже не будет. Федеративный парламент. У них уже есть орган власти, который объединяет две республики. Этот федеративный парламент имеет полномочия. То, что Киевская фунта не желает вести переговоры, это просто прямое следствие того, что они не самостоятельны. Они находятся фактически в подчинении Соединенным Штатам. И мы должны, это очень важно, рассматривать украинскую территорию сегодня как оккупированную территорию США. За исключением Донбасса, где ведется сопротивление. Если мы правильно расставим понятия и точки координат, нам будет понятно, что делать. Если территория Украины оккупирована американцами с их наемниками, которые используют сегодня варенетичный режим для того, чтобы поставить под ружье все украинское население и натравить на Россию, устроить сначала гражданскую войну здесь, а потом мировую, куда втянуть и Европу, и всю Евразию в конечном счете, то очень важно эти понятия правильно определить. Тогда мы призываем другие области тоже освободиться от оккупации. Не просто присоединиться, а освободиться от оккупации. Поднять, найти себе мужество, сделать такие же шаги, которые сделали на Донбассе. Я все-таки настаиваю на том, что нам очень важно правильно определить систему координат. А именно, что киевское руководство не самостоятельно, что это, по сути, американская агентура, американские марионетки. Порошенко выборы не выиграл на Украине. Максимум за него проголосовало 40%, по оценкам экспертов. Это отдельная тема, как этот балаган под названием «выборы» был устроен. В-третьих, территория Украины сегодня оккупирована. Эта территория оккупированная под контролем Соединенных Штатов. Об этом масса тому свидетельствует. Американцы уже легализовали там пребывание своих военных инструкторов. СБУ Украины целиком находится под контролем ЦРУ. То есть это оккупировано американцами территорией. Мы должны говорить об освобождении, о незаконной оккупации этой территории. И об использовании средств массовой информации для нагнетания нацистского психоза, руками которых американцы развязывают Третью, Четвертую мировую войну, учитывая холодную войну с Советским Союзом. И я бы предложил наше очередное обсуждение посвятить причинам этого явления, почему Соединенные Штаты взлелеяли украинский нацизм, натравляют его против России, организовали войну на Украине, как предлог для травливания России в прямую военную конфронтацию с украинскими вооруженными силами в целях создания сначала межрегионального конфликта в Европе, а затем, по сути, Четвертой мировой войны. Эта агрессия направлена не только против России, она направлена против Европы в первую очередь. Американцы традиционно на всех войнах в Европе поднимались. Они поднялись на Первой войне мировой, на Второй мировой войне, на Холодной войне. Все войны в Европе — это их путь к экономическому чуду, к процветанию у себя. Эта война направлена против Китая, потому что в гонку вооружений втягиваются Япония и Корея, которые сегодня объявили, американцы, точнее, за них уже объявили, модернизацию систем ПРО и о создании новых систем ПРО в Японии и на Корейском полуострове. Уже против Китая. Не только нас, но и против Китая. Поэтому мне кажется, что мы должны понимать, что ключ к решению украинской, катастрофы лежит в Вашингтоне. Там смерть нацизма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова